МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также автор объявления рекомендует предупредить об этом родных и близких и распространить данную информацию, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Данная информация является ложной. Призываем граждан Республики Мордовия, представителей средств массовой информации и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, за официальными комментариями обращаться в пресс-службу компетентных ведомств и не допускать публикации информации несоответствующей действительности и вводящей граждан в заблуждение. В Саранске уроженец Узбекистана задержан с поличным при избытии наркотического средства марихуана. При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 29 сентября текущего года фигурант на территории одного из рынков города Саранска осуществил незаконный сбыт наркотического вещества марихуана весом 4,5 грамма своему знакомому, уроженцу одной из республик СНГ. При осмотре арендованной квартиры подозреваемого обнаружено еще 40 свертков с указанным наркотическим средством и общим весом 63,8 грамма. Наркозбытчика правоохранители задержали 29 сентября на территории одного из рынков Саранска, где он передал 4,5 грамма марихуаны своему знакомому. Кроме того, в арендованной квартире задержанного полицейские изъяли 40 свертков с наркотическим средством, подготовленных для сбыта. В настоящее время по факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Покупатель понесет административную ответственность за совершенное правонарушение. После общения с ЛЖ сотрудниками банка 64-летняя преподавательница Саранской музыкальной школы лишилась более 1 миллиона рублей. Полицейским она рассказала, что неизвестный по телефону сообщил ей якобы о попытках доступа к ее банковскому счету. Под предлогом установления недобросовестных сотрудников финансового учреждения злоумышленник убедил женщину снять деньги со счета и перевести на так называемый «безопасный», а также сообщил, что на ее имя были поданы заявки на оформление кредитов, после чего предложил получить заемы, перевести полученные деньги на указанный счет. Женщина выполнила все указания звонившего, в результате чего лишилась денежных средств в сумме 1 миллиона 348 тысяч рублей. В беседе с полицейскими потерпевшая пояснила, что знала о подобной схеме мошенничества. Неоднократно сама доводила профилактическую информацию до сотрудников учреждений, где она работает. Главную рекомендацию о том, что не стоит разговаривать с незнакомыми людьми, особенно если они представляются банковскими работниками, и запрашивают данный карт, она не применила и попалась на уловки телефонных аферистов. По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям. Добавлю, что по информации МВД в сентябре 125 жители региона обратились к полицейским с заявлениями о совершенном дистанционном мошенничестве. Эти люди лишились более 28,5 миллиона рублей. По-прежнему самой распространенной схемой обмана остается защита от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим переводом сбережений на так называемый резервный или безопасный счет. Также потеряли свои сбережения местные жители на электронных торгах и помогая родственникам, якобы ставшим виновниками аварий. Были случаи мошенничества при торговых сделках в сети интернет. Среди пострадавших от рук злоумышленников четверо, предполагая получить интим услуги, перечислили мошенникам более 900 тысяч рублей. Похититель корабельной рынды в Чамзинском районе получил наказание в виде принудительных работ и удержания части заработной платы. Напомним, о краже в июле в полицию сообщили представители районного клуба ветеранов военно-морского флота. Кто-то ночью проник в помещение и забрал шуруповерт, несколько самоваров, а также корабельный колокол Рынду. С целью установления личности злоумышленника сотрудники уголовного розыска отрабатывали пункты приема металла, а также другие места возможного сбыта похищенного имущества. В результате проводимых мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений местный житель. 41-летний злоумышленник подумал, что в клубе есть ценные вещи, которые можно продать. Ночью с помощью отвертки он открыл замок, забрал, что посчитал ценным, в том числе корабельный колокол, а потом закопал похищенное во дворе своего дома, чтобы позже продать, но не успел. В итоге главная ценность – корабельная рында – возвращена заявителям. А мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. В Саранске разыскивают мужчину, который, вероятно, украл велосипед. По данным следствия, 13 сентября вечером именно этот человек находился в первом подъезде дома номер 103 по улице Александра Невского в Саранске. И, возможно, тайно похитил велосипед синего цвета стоимостью около 16 тысяч рублей. Всем, кто располагает информацию о личности гражданина или его местонахождении, просим сообщить по телефону Саранске 29 90 12 8 927 178 6175 и 102. Роль финансового управляющего при банкротстве гражданина. Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. Заявление о признании гражданина банкротом рассматривает арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован гражданин. Если в суд заявлением о признании гражданина банкрота обращается кредитор, то он вправе указать в заявлении как саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, так и конкретную кандидатуру арбитражного управляющего. Если в суд обращается сам гражданин, то он вправе лишь заявить саморегулируемую организацию, из которой будет утвержден финансовый управляющий. Если арбитражный суд принял решение о признании гражданина банкротом, вводится процедура реализации имущества гражданина на срок не более 6 месяцев. Он может быть продлен по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве. Финансовый управляющий вправе подавать в суд от имени гражданина заявление о признании недействительными сделок, заявлять возражения относительно требований кредиторов, получать информацию об имуществе, счетах и вкладах гражданина от органов государственной власти, органов местного самоуправления, обращаться в суд с ходатайствами о принятии мер по обеспечению сохранности имущества гражданина, а также об отмене таких мер, заявлять отказ от исполнения сделок гражданина, получать информацию из Бюро кредитных историй. В обязанности финансового управляющего входит принятие мер по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проведение анализа финансового состояния гражданина, выявление признаков преднамеренного эффективного банкротства, созыв и проведение собрания кредиторов, контроль за исполнением гражданином текущих обязательств, опись, оценка и реализация имущества гражданина, расчеты с кредиторами. Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему сведения о составе своего имущества, иные сведения в течение 15 дней с даты получения требований об этом. Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом, составляет конкурсную массу. Исключение составляет имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации. С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества осуществляет только финансовый управляющий от имени гражданина. Сделки, совершенные гражданином лично в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные средства. Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей, уклонение или отказ от представления финансовому управляющему сведений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, что может привести к неосвобождению от обязательств. Настоятельно рекомендуем гражданам подумать, собираясь взять кредит, действительно ли он нужен и можно ли без него обойтись. Банкротство – это законный способ освобождения от долгов, если нет возможности их выплачивать. Но у банкротства есть последствия – это потеря денег, имущества, запрет занимать определенные должности. Если у вас финансовые трудности, будьте бдительны, не верьте заманчивой рекламе, чтобы не нарваться на мошенников. Обратитесь за консультацией к профессиональным юристам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова